МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не верю. Не верите? Честное слово. Нечестный рейтинг? Рейтинг хороший. Но я думаю, что не все возможные факторы были учтены, потому что наши дороги на сегодняшний момент, как пользователь уверен, вы это видите каждый день, они становятся лучше. Сталичные, лучше и лучше. Те, кто живут в Москве, те, кто пользуются федеральными трассами. Да, согласятся. А региональные? Мы над ними работаем интенсивно вместе с субъектами Российской Федерации. Этот год был прорывным для многих регионов с этой точки зрения. Во-первых, весной было принято решение о том, что будут повышенные акцизы, и эти средства не потерялись. Регионы их направили на то, чтобы восстанавливать, ремонтировать, приводить дороги в порядок. Мы учились в этом году специально взаимодействовать с регионами в режиме постоянного контроля выполнения дорожных работ. И это дало свои плоды. Как вы правильно планировали расход этих средств? Ведь раньше они на всякие нецелевые нужды шли, вы их окрасили, эти деньги? Ну, в этом году был принят закон, который сказал о том, что все эти средства должны непременно поступать в дорожные фонды без каких-либо задержек и проволочек. Вопрос тогда возникает. А кто ответственен за расходование из этих фондов тогда на местах? Губернаторы? Губернаторы, субъекты Российской Федерации, главы городов. Все-таки на всякое действие находится, как обычное, противодействие. Будет сказано потом в результате, ой, год закончился, не успели, не уложились. Вот поэтому не получилось. Вот эти все варианты просмотрены заранее? По объектной списке тех улиц в городах, дорог региональных, которые вызывают наибольшие вопросы у жителей, были составлены. По каждой из этих дорог был назначен ответственный. И эти процессы и процедуры по этим средствам, по этим деньгам, они находились под контролем граждан. Федеральное дорожное агентство под руководством Минтранса составило эти перечни вместе с регионами, разместило их на сайте. И каждый, кто считал, что работы выполняются не качественно, не в срок, мог оставить свой комментарий. И мы проверяли, насколько эти работы выполняются точно и в срок. Поэтому этот год мы считаем, что мы провели очень ответственно. Много свободных кресел осталось после ваших проверок? Многих уволили? Ну, на самом деле, не только в этом проблема. Дело в том, что те работы, которые выполнены некачественно, их просто приходится переделывать. И это, ну, собственно, еще один повод для того, чтобы посмотреть, как мы правильно... А за чьи счеты их переделывают вот сейчас? Получается, если человек несет личную ответственность, мы это как-то продлеваем на то, что он, значит, и переделывает дорогу. Он обязан проконтролировать, чтобы все было сделано качественно. И те подрядные организации, которые брались за эту работу по какой-то причине, сделали что-то не так, под его личным контролем, обеспечивают, чтобы эта работа была сделана переделана, сделана нормально. То есть на дальнейшее мы нашим зрителям можем сказать, фотографируйте, отправляйте куда свои фотографии, свои претензии, куда направляйте. Министерство транспорта, Федеральное дорожное агентство, как сказал один мой хороший знакомый, у каждой ямы на дороге должна быть имя и фамилия. Вот мы поищем. Отлично. Слушайте, мы, на самом деле, когда мы ждали вас в эту студию, мы думали, что сейчас придется уговаривать, рассказывать, как бы хорошо было сделано. На самом деле, вы все это притворяете в жизнь? Нам остается только следить за качеством дорог? Ровно так электронные сервисы и все возможные устройства, которые у нас есть, позволят это делать каждому гражданину. Я должен сказать, что в этом году мы начинаем поддерживать, поощрять регионы, которые делают по этому направлению особые усилия, которые смотрят, чтобы дороги были в хорошем качественном формате, чтобы показатели по аварийности по этим дорогам снижались, чтобы ям было меньше. И это должно, естественно, быть заметно жителям, должно быть понятно жителям. Безопасные качественные дороги пообещал нам первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих. Спасибо большое.